Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Андрей Чуев выбрал участок под строительство. Как вы помните, он обещал построить дома всем финалистам конкурса «Человек года-2015». Участок находится в городе Нарафаминске. Рядом имеются магазины и город тоже в пешей доступности. Андрей рассказал в своем видеоблоге, да, это не центр Москвы, но это лучше, чем ничего. Участок расположен на 32 сотках. Под каждый дом будет выделено 4 сотки. Это разрешенный минимум земельного надела. Будет объявлен конкурс дизайнеров. Готовьтесь, приз, как всегда, самый нужный – деньги. Также Андрей сообщил, что скоро он увидится с дочерью, она, возможно, будет жить на доме 2. Он написал «Жизнь моя, Лизонька. Знай, папа всегда рядом. Уже скоро ты приедешь ко мне и целых два месяца мы будем с тобой». Николай Должанский хочет пригласить отца Русланы Мишиной на острова. Он узнал о том, что отец Руслана ему угрожает и захотел лично пообщаться с ним и пояснить свою жизненную позицию. Однако пока Колян так и не совершил этот важный звонок. Видимо, боится. Влад Малеванов рассказал в своем видеоблоге о своих предпочтениях при выборе девушки. «Он любит девушек постарше. Разница в возрасте меня не смущает, говорит он. Ведь у меня был опыт, когда девушка была намного старше меня. Мне было 19, а девушке 34. Так получилось». Как вы помните, у Влада были отношения с Сашей Харитоновой, она тоже была его старше на 9 лет. Расстались они с Сашей потому, что она к своему возрасту уже хочет семью и детей, а он не готов. Марина Африкантова с Андреем решили всерьез заняться физкультурой. Она написала «Мы с Андреем записались в спортзал, чтобы быть похожими на Кена и Барби, а не на их располневшие копии». Денис Козлович в очередной раз поставил точку в отношениях с Катей король. Он сбросил девушку в бассейн прямо в одежде. Подробности мы сможем узнать из эфира через неделю. Вова Гаути и Катя Гужвинская продолжают ссориться. Вова постарался для своей девушки. Он выучил на аккордеоне композицию из «Титаника» и на предвариловке исполнил ее. Но капризная Катя не оценила его старания. Ей нужны от него были цветы, а не такой сюрприз. Мама Элины Камерен намекнула на то, что отношения ее дочери и Саши Задойного еще не закончены. Она отвечала на комментарии подписчиков своего микроблога и написала «Александра любима, да и мои, похоже, влюблены друг в друга». Как вы помните, девушки, которым Андрей Черкасов рассылал свои обнаженные фотографии, организовали группу в соцсетях. Они обменивались этими самыми снимками и веселили народ историями знакомства с Андреем. Черкасов обратился в службу поддержки и группа обиженных и униженных Андреем прекратила свое существование. Тимур Гарафуддинов готовится к десятилетию своего лейбла. Это произойдет в сентябре, но уже сейчас он ищет площадку, которая вместила бы в себя 3000 человек. Тимур пишет, «Вас ждет презентация моего нового альбома и много звездных гостей, среди которых Иосиф Кобзон, группа Краски, Богдан Титамир и многие-многие другие». Подписчики удивляются такому крутому звездному составу участников мероприятия, ведь многие даже не слышали ни разу, как Тимур поет. Бывшая участница проекта Лиза Шароха разыграла своих подписчиков. Лиза опубликовала фотографию, сказала, что сменила образ, покрасила волосы, а потом оказалось, что это фотошоп. Я не перекрасилась, призналась она, просто было интересно ваше мнение. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!